всем привет сейчас хочу опять поиграть в блиц шахматы фишера я уже начал трансляцию не с первого тура а с третьего пока мне повезло немножко где-то набрал три из трех и сейчас уже соперник довольно сильно попался и первые три тура поэтому не записывал решил сразу показать с более сильного соперника здесь у соперника рейтинг 2200 в шахматы фишера обычный как видите 2366 текущий то есть довольно сильный игрок ну и давайте попробуем начать то есть снова здесь пока конечно нужно захватывать центр в общем то стандартные правила тут работает ну и далее естественно что нужно все-таки выводить легкие фигуры постепенно делать рокировку то есть заниматься обычными вещами как для шахмат кстати говоря в этой позиции действительно может быть имеет место и ход е4 вот дальше могу сыграть е4 просто у меня все пешки будут играть уже довольно активно то есть центр будет очень сильный хотя опять же не факт что это хороший ход то есть здесь допустим вот сейчас я укрепляюсь ходом f3 дальше где-то хочу ну наверное уйти ферзем может быть на е3 может быть еще куда-нибудь но пока он видите нападает то есть угрожает сейчас взять и на c4 и там ферзь нападает поэтому я защищаю эту пешку и дальше у него конечно где-то будет ход d5 возможно или конь b6 но если конь b6 или конь d6 там под c5 не факт что это хороший вариант но с другой стороны c5 все-таки под темп и ему придется конем идти назад поэтому он так и не играет походил он конь на f4 с другой стороны здесь же я могу перевести ферзя или не могу нет хотел сыграть ферзь d3 там конь g2 значит ферзя перевести я не могу и все-таки пешка по 200 ну с другой стороны могу сыграть d5 в принципе у меня по развитию все в порядке конечно у него пока один конь вышел вперед а так он сделал кучу ходов пешками если он сыграет слона 7 тогда будет слон d4 вроде бы но такого даже не было правда слон d4 там конце конь g2 был возможен вариант но даже всего этого не потребовалось и так здесь он снова подрывает меня ну конечно нужно все-таки заканчивать развитие то есть пока сыграю ферзь на поле е3 и дальше рокировка в любом случае даже если он же 3 забирается рону рокировку буду делать естественно короткую а если так то видимо придется мне потерять темп сыграть слон d4 потому что на c5 он там заберется d и это не очень приятно то есть наверное все таки сыграть слон d4 поменяемся на d4 и дальше все таки и уйду в рокировку опять же здесь конечно же не имеет смысла уходить в длинную имеет смысл подумать какой пешкой бить то есть пешкой е с одной стороны хорошо что потом может сыграть c5 но с другой стороны что дальше то есть c5 там и пешка d5 будет под боем в принципе все таки cd более логичный вариант и наверное как-то так сыграю закончу развитие дальше еще король h1 но полезный ход я думаю что там нигде не было шахов по диагонали правда опять же пока возникают такие определенные проблемы с выбором плана с другой стороны у него наверное похожие проблемы но здесь еще один сделаю ход не знаю сколько он полезный но возможно пригодится тоже это h3 и дальше возможно где-то кружев 2 еще придется играть я правда кучу темпов на этом всем трачу ну ладно в конце концов в такой позиции не сильно острые темпы не особо важны важно фигурой не зевать то есть здесь еще что мне нравится что у меня пешки стены белых полях у него белопольный слон остался и возможно это будет все-таки ко мне недовольно выгодно но вот правда опять же что делать дальше можно сыграть ладья c7 вкинуть туда ладью но с другой стороны есть ли у него какое-то возражение на этот ход то есть в принципе ладья d8 он может сыграть но тогда ладья моя явно будет более активной где-то возможно какие-то у меня идеи или связанные с ходом а кони в 5 ну ладно это уже не актуально не буду тогда считать эти все варианты он напал хочет поменяться можно сыграть конь в 4 или конь c5 конь c5 сыграю нападу пока на слона то есть принципе у него это слон плохой конечно слон c8 есть ход у слон c8 не знаю может быть это слон c8 уже и заберу в принципе можно было конечно и сразу сыграть ладья d7 и играть эту пешку а но тут я уже зевая я уже зевая конечно опадаю под вилку и что в итоге получается итоге я без качества останусь скорее всего как минимум причем на как минимум без качества похоже но пока без ладьи вообще сижу но как вариант где-то буду без качества принципе времени мне еще снова мало вот что в комментировании плохо это конечно то что время постоянно кончается видимо сейчас буду переставать говорить буду просто двигать фигуры какой-то момент это может быть важнее потому что иначе я просто по времени проиграю буду просто быстро играть главное еще и более менее адекватно пока хочу на е6 перевести коня и пешка на е7 там провисла тоже но это сейчас не так важно сейчас важно создать какие-то для него проблемы конкретные допрыгал я конями опять же возможно не лучший вариант играю уже очень быстро и естественно не факт что это сильно но хочу просто сыграть ферзи в восемь мат молодея в 7 ферзи в восемь кстати есть и защита не знаю может быть и нету уже ну ферзи 6 я имею ввиду ферзи 6 кроме этого хода но ферзи 6 тут все-таки защита условная сейчас просто пешку повел вперед мне скоро будет нижний ферзь да тут надо побеждать уже конечно возможно и выиграю и по времени здесь они по позиции но по позиции тоже да интересная партия получилась я старался комментировать сколько мог видите довольно трудно это все делать я повторяюсь уже который раз наверное вам надоел уже эта фраза но все-таки замечаю что время комментирования конечно качество игры все-таки падает и время время уходит бесследно ладно спасибо за внимание надеюсь партия вам понравилась уже следующую партию сыграю без записти потому что хочется немножко отдохнуть от всего этого и просто хорошо закончить турнир так что всем спасибо и до скорых встреч уже в новых видео